Добрый еще раз вечер. Мы продолжаем. Собственно говоря, наше вещание непосредственно в зуме, я уже думал, что может оказаться так, что мы не сможем вещать. У меня была ошибка, но я понимаю, что раз мы все уже здесь почти, то, соответственно, надеюсь, продолжим в полном объеме. Дальше. В дальнейшем непосредственно готовится решение, принимается решение по существу и дальше осуществляется контроль за принятым решением и надзор за качеством и своевременностью решений. То есть в данном случае описываются основные все элементы в системе принятия решений. И каждый служащий, замещающий ту или иную группу должностей, он в определенной доле имеет, безусловно, ответственность за именно принимаемые таким образом решения. Действующее законодательство устанавливает, в частности, определенные требования к структуре должностей. Я уже говорил, что должности разделены по группам не одинаково во всех категориях. Это мы видим на этой таблице. И в том числе здесь представлены требования к уровню, в частности, образования, требования к опыту работы по специальности или направлению подготовки. Обращу внимание, что в данном случае сейчас у нас очень интересная ситуация наблюдается. Во-первых, то, что вы готовитесь стать бакалаврами, то есть вы сразу же фактически можете получить, если пройдете по конкурсу, покажетесь, собственно говоря, как впечатляющие, так скажем, кандидаты, сразу же на ведущую группу должностей, которая для вас с вашим уровнем образования бакалавриата высшим является в том числе и потолком. То есть для замещения более высоких должностей уже опыт работы по специальности или стаж государственной службы не является абсолютно единственным и важным критерием. Здесь очень важно, чтобы у человека, который претендует на главную или высшую группу должностей, было образование на уровне специалитета или магистратуры. То есть к этому, возможно, в дальнейшем надо стремиться с точки зрения развития карьеры, но базово, получив образование по программе бакалавриата, вы можете претендовать и на младшую, и на старшую, и на ведущую группу в соответствующих категориях. В том числе на младшей и старшей должностях категории обеспечивающие специалисты в настоящий момент спокойно могут работать лица, имеющие среднее профессиональное образование. То есть для замещения более высоких должностей среднее профессиональное образование не является, так скажем, критериальным элементом. То есть человек, который это образование имеет, но не имеет высшего образования, на эту должность принят быть не может. Конечно же, к этой ситуации кадровой мы шли очень долгое время. В частности, когда появилось какое-либо регулирование государственной службы, то и не было в том числе жестких требований к квалификации, к уровню образования и к опыту работы по специальности. Поэтому очень часто на должностях и достаточно высоких работали лица, не имевшие какого-либо рода профессионального образования. Теперь же, собственно говоря, речь идет о том, что на службу, профессиональную деятельность должны претендовать только лица, имеющие профессиональное образование. Собственно, на федеральном уровне Министерством труда и социальной защиты разработан, например, такой документ, справочник квалификационных требований к специальностям и направлениям подготовки знаниям и мнениям, которые необходимы для замещения должностей государственной гражданской службы. Этот справочник применяется и в отношении должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Это многостраничный такой важный труд, хотя, конечно же, в настоящий момент очень много вопросов к содержанию, поскольку он в ряде случаев устарело регламентирует квалификационные требования. То есть у нас далеко вперед ушло законодательство об образовании, в том числе номенклатура направлений подготовки специальностей, и соответствующий справочник очень часто определяет несуществующее направление подготовки или несуществующие специальности. Но, тем не менее, мы его сейчас активно используем. Субъекты Федерации подобного рода справочники тоже имеют возможность разрабатывать, право разрабатывать с точки зрения своей, так скажем, этой практики. Ну, надо сказать, что тоже не всегда хорошо это делают, но, тем не менее, вот аналогичный справочник также разработан на федеральном уровне и для должностей муниципальной службы. Но там еще более, скажем, наверное, худшая ситуация, потому что, в отличие, допустим, от высоко специализированных и, ну, так скажем, существенно по компетенциям разделенных должностей государственной гражданской службы на муниципальной службе, каждый служащий, особенно на уровне поселения, и швец, и жнец, и на дуде, и грец. То есть он должен иметь такую масштабную квалификацию для, так скажем, выполнения своих должностных обязанностей, по которым, ну, как правило, у нас, к сожалению, не готовят. Вот есть несколько, так скажем, универсальных направлений подготовки, среди которых является, в частности, и государственное муниципальное управление. И это, собственно говоря, наверное, один из таких редких случаев, когда вот наши, так скажем, выпускники очень бы пригодились. Хотя, конечно же, с нашей квалификацией пока по направлению ГМУ или по специальности ранее ГМУ не так много лиц работают на государственной службе. Хотя количество их постепенно, конечно же, возрастает. Разработаны методические инструментарии. Вот, в частности, есть подобного рода, тоже размещен на сайте Министерства труда и социальной защиты. Если вы заходите, там есть соответствующий раздел деятельности. В этом разделе есть подраздел государственная гражданская служба, подраздел муниципальная служба. Еще один важный для нас подраздел противодействия коррупции. И в этих подразделах на сайте размещены разные документы, в том числе вот эти методические инструментарии, которые сегодня активно используются в государственных органах для, в частности, определения квалификационных требований и потом их, собственно говоря, оценки в рамках деятельности. Каждая группа должностей соотнесены классные чины государственной гражданской службы. Вообще, на государственной службе есть, так скажем, очень важная характеристика классный чин, воинское или специальное звание. Эти чины или звания прежде всего характеризовать должны квалификацию, то есть уровень профессиональной соответствующего служащего. И, конечно же, к сожалению, пока в настоящий момент регулирование присвоения классных чинов и воинских и специальных званий идет несколько в разброс. Ну, это связано с общим, так скажем, состоянием, скорее, правоорегулирования государственной службы в целом, потому что не все, очевидно, ну, так скажем, здесь приведены в соответствие акты. Ну и, в частности, например, вот на государственной гражданской службе, помимо классных чинов государственной гражданской службы, лицам, замещающим отдельные должности, также присваиваются классные чины юстиции. И это только на федеральной гражданской службе происходит. И дипломатические ранги, это тоже происходит только на федеральной службе, в той, так скажем, службе, которая должна быть дипломатической. Но она, как я уже говорил, у нас в настоящий момент не самостоятельный вид службы, а часть государственной гражданской службы. При приходе на службу в зависимости, так скажем, от того, какой служебный контракт заключен, срочный или бессрочный, от этого, собственно говоря, зависит способ присвоения классного чина. Если служебный контракт бессрочный, то есть на неопределенный срок установлен с гражданином, то ему представитель нанимателя через, как правило, три месяца должен присвоить классный чин. Для тех, кто замещает должности государственной гражданской службы на условиях срочного служебного контракта, то есть срок их службы ограничен по времени, то классные чины присваиваются к результатам квалификационного экзамена. То есть проводится процедура оценки знаний, умений, навыков в виде квалификационного экзамена. Собственно говоря, есть специальный указ президента, вот, в частности, он здесь обозначен, я прошу прощения, он здесь обозначен, это указ, принятый 1 февраля 2005 года, в этот день принято было 5, прошу прощения, 4 указа президента, посвященного государственной гражданской службе, вот это один из них, присвоение и сохранение классных чинов государственной гражданской службы. Важно, что в этом указе определена последовательность присвоения, первый классный чин третьего класса, впоследствии, собственно говоря, должны быть присвоены классные чины 2-го и 3-го класса. Хотя сейчас есть некоторая система экономии присвоения классных чинов, эта система пришла с федеральной гражданской службы, и в данном случае в рамках соответствующей группы должностей не совсем очевидно, что служащему, замещающему должность этой группы должностей будет присвоен классный чин первого класса. Все зависит от должности в настоящий момент. И также данным указом установлено соотношение между классными чинами федеральной гражданской службы, воинскими, специальными званиями, классными чинами юстиции, классными чинами прокурорских работников. Есть проблемы с точки зрения действующего законодательства. Это установление соотношения классных чинов федеральной гражданской службы, классных чинов государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации и классных чинов, присваиваемых муниципальным служащим. Но дело в том, что федеральный законодатель устанавливает требования к установлению этого соотношения по отношению к законодателю субъекта Российской Федерации. Хотя, очевидно, это соотношение законодатель субъекта Федерации установить не вправе с точки зрения общих принципов регулирования, поскольку, так скажем, это напрямую не входит в его компетенцию. Хотя, возможно, таким образом федеральный законодатель хотел установить передачу полномочий. Но не очевидно, что это так делается. В этой связи в большинстве случаев подобного рода соотношение как таковое не установлено. Более того, применительно классным чинам муниципальной службы есть вообще очень интересная норма 25-го федерального закона, которая устанавливает требования к регламентации классных чинов муниципальной службы не как обязанность субъектов Российской Федерации, а как право. Хотя, конечно же, этим правом все субъекты Федерации в настоящий момент фактически воспользовались. Вот как раз я говорил о постановлении правительства об утверждении таблицы соответствия классных чинов должностям государственной гражданской службы. То есть данное постановление существенно ограничивает возможность присвоения классных чинов федеральным гражданским служащим в Российской Федерации. То есть, как я уже говорил, не каждый служащий может дослужиться до классного чина первого класса в рамках своей группы должностей. Ну вот то, что я тоже уже оговаривал, что гражданским служащим также присваиваются классные чиновестиции в определенных обстоятельствах. Хотя очевидно, что в данной ситуации те органы, государственным служащим, которых присваиваются эти классные чины, они относятся к совершенно, скажем, особым видам органов, где должна быть иная служба. Как мы говорили, правоохранительная. Но в данном случае пока не в отношении всех этих органов установлены подобного рода регулирования. Ну и дипломатическая служба. Я также говорил о том, что в этой ситуации есть проблема с точки зрения того, что дипломатическая консульская служба отнесена к государственной гражданской. Ну вот еще другие звания, которые присваиваются федеральным служащим воинские. Специальные звания полиции, юстиции, таможенной службы, внутренней службы, классные чины прокурорских работников, органов и организаций прокуратуры Российской Федерации. Еще один документ, о котором мы, собственно, должны поговорить, это должностной регламент государственного гражданского служащего. Этот документ фактически основным является для служащего. Он регламентирует содержание его деятельности и, что самое важное, должен регламентировать результаты деятельности. Есть, собственно говоря, 47-я, если мне помнится, как мне помнится, статья 79-го федерального закона, которая определяет требования не к структуре, а к содержанию должностного регламента. Это квалификационные требования для замещения должности, это описание должностных обязанностей, прав и ответственности. Это описание перечня вопросов, по которым служащий вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения. Перечень вопросов, по которым он участвует, или обязательно, или вправе участвовать при подготовке проектов нормативно-правых актов или проектов управленческих или других решений. В данном случае речь идет о разных способах участия в принятии управленческих решений. Также в этом документе должны быть определены сроки процедуры подготовки рассмотрения проектов управленческих решений, порядок согласования и принятия данных решений. Как правило, в настоящий момент эти вопросы регламентированы либо актами органа, и, как правило, достаточно широко регламентированы, то есть не описывается непосредственно срок и процедура в рамках конкретной должности, то есть говорится о процедуре в целом. И это вызывает определенные сложности в части установления в последующем ответственности служащих, выполнили они соответствующее действие или нет, в установленный срок или нет, в соответствии с определенной процедурой или нет. То есть отсутствие подобного рода регламентации на уровне должностного регламента позволяет очень по-разному интерпретировать результаты деятельности служащего. Также должны быть определенный порядок служебного взаимодействия с другими гражданскими служащими или же другими лицами, в том числе и гражданами. Должен определен быть перечень госуслуг, которые оказываются служащим, и показатели эффективности и результативности деятельности. Аналог должностного регламента на муниципальной службе – это традиционная должностная инструкция. И в данном случае очевидно, что эта должностная инструкция сегодня тоже, как документ, очень часто не содержит подобного рода регламентации. Я, в частности, вообще не видел ни одной пока должностной инструкции или должностного регламента, где бы, обращу внимание, прямо были определены обязанности служащего. То есть установлено все, что угодно, но не обязанности. Это либо вот как раз часть компетенции госоргана или подразделения, хотя очевидно, когда речь идет, опять же, о компетенции органа или подразделения, то в структурном подразделении, да, при обеспечении реализации данной компетенции и непосредственно руководитель подразделения, и, возможно, его заместитель, и также обязательно другие служащие, здесь я не могу их назвать, количество в конкретных ситуациях, это решаться должно индивидуально, все они обеспечивают исполнение реализации этой компетенции только в рамках своих должностных обязанностей. Вот как раз они в этой части и не определены. И поэтому возникает вопрос, что реально, да, может сложиться ситуация, когда в структурном подразделении один человек работает, а все остальные просто смотрят на него и складывают на него, извините, свои ножки. Да, то есть, ну, реально это очень часто так происходит во многих органах, и не только органах, и в организациях, за счет именно плохой регламентации служебной и вообще какой-то должностной деятельности. Если мы говорим, да, о показателях эффективности и результативности, для того, чтобы их конкретно сформулировать, безусловно, надо фактически разложить деятельность конкретного исполнителя по принципам бизнес-процессов и, собственно говоря, увидеть, где, на каком этапе этого бизнес-процесса включается соответствующий сотрудник с точки зрения своих должностных обязанностей. То есть, это не отнюдь линейная всегда система. Эта система очень часто достаточно сложна и предполагает, да, в исполнении соответствующих компетенций, в обеспечении исполнения соответствующих компетенций включение сразу нескольких исполнителей. К сожалению, в том числе не очень четко определены, ну, так скажем, и требования к использованию должностного регламента. То есть, говорится о том, что его положение учитывается при ряде обстоятельств, в частности, при обсуждении результатов конкурса, при проведении аттестации, квалификационного экзамена и так далее. Но, тем не менее, функционал действительно должностного регламента пока в полной мере, к сожалению, в органах не раскрыт. Ну, как я уже говорил, на муниципальной службе, к сожалению, опять-таки, сохранился такой инструмент, как должностная инструкция, по сути дела, рудимент, хотя вполне возможно, да, также было бы зафиксировать в 25-м федеральном законе указание на должностной регламент. Есть вопросы к тому, как должна быть разработана соответствующая должностная инструкция или должностной регламент. В данном случае представлены те субъекты, которые должны, подчеркиваю, да, они просто могут участвовать в разработке или переработке должностного регламента. В первую очередь, поскольку утверждает должностной регламент представитель нанимателя, это его, безусловно, ответственность. Он должен утвердить, да, этот должностной регламент, и, соответственно, с его точки зрения этот документ должен быть понятным, точным, однозначным. Это, конечно же, подразделение по вопросам государственной службы и кадров, и подразделение по вопросам противодействия коррупции. То есть, в данном случае функционалы этого подразделения требуют, да, активного использования должностного регламента. И, очевидно, именно это подразделение должно отвечать за всю процедуру подготовки. Потому что наиболее квалифицированные специалисты, да, сидят, ну, которые могут разработать или участвовать в разработке этого должностного регламента, сидят именно в этом подразделении. Они все хорошо должны знать о том, чем занимается каждый конкретный служащий данного органа. Это, конечно же, подразделение по правовым вопросам, которое всегда у нас включается для обеспечения, так скажем, соответствия, да, принимаемых документов, разрабатываемых документов в государственном органе законодательства. Это, конечно, непосредственно руководитель служащего, который в том числе видит качество исполнения работы служащего, видит масштабы деятельности и в том числе объемы выполняемой работы, то есть может оценить, да, и соотнести эти объемы одного служащего с другими, с объемами другого служащего. Это непосредственно, если он присутствует, да, в ситуации, когда должность учреждается, очевидно, такового нет. Это непосредственно гражданин, который замещает должность государственной службы. Ну и, наконец, фактически мало используется, да, скажем, потенциал независимых экспертов, консультантов, представителей общественности для того, чтобы участвовать в разработке должностных регламентов или инструкций. Очевидно, их роль также должна быть в той или иной степени явно выражена. Ну, инициатива разработки. Вот здесь представлен некий цикл, да, разработки данного регламента. То есть она инициатива от кого-либо исходит. Прежде всего, как я уже говорил, это представитель нанимателя либо какой-то другой из обозначенных ранее субъектов. Выявляется, анализируются должностные обязанности. Причем очень важно, на самом деле, понять, полностью ли описаны, зафиксированы эти должностные обязанности. Я уже говорил, что фактически они никак не закреплены. С другой стороны, здесь возникает вопрос. Меняется законодательство, значит, инициатива разработки очень часто связана с изменениями законодательства. Ну, и потом, в последующем, мы доходим до проекта регламента, его утверждения, исполнения. И в ходе исполнения у нас, очевидно, появляются новые, собственно говоря, обстоятельства, которые требуют переработки этого регламента или разработки нового. Инициатива разработки регламента, да, должна исходить от представителя нанимателя или от других лиц, которые здесь обозначены. И в том числе здесь обозначены те условия, которые требуют, да, разработки или переработки регламента. Ну, я уже говорил об изменениях законодательства. Довольно часто происходит реорганизация госорганов или структурных подразделений, что требует, в том числе, пересмотра должностных регламентов. Мы говорим о необходимости оптимизации численности служащих, и происходит либо увеличение, либо сокращение штата. Ну и, очевидно, очень часто меняются технологии решений или системы обеспечения деятельности. Вот сегодняшняя ситуация с коронавирусной инфекцией потребовала фактически принять решение для многих государственных органов, перевести сотрудников, госслужащих, да, как и других сотрудников других организаций в удаленный режим. Соответственно, изменение технологий может привести и к изменению численности сотрудников, изменению функционала, пересмотру этого функционала и изменению должностных регламентов. Должностные обязанности должны, безусловно, анализироваться в подразделении по вопросам госслужбы и кадров, и здесь активно в этом процессе должны принять участие непосредственно руководители, служащие или представители других подразделений, которые взаимосвязаны, взаимодействуют с этим подразделением. В результате должен появиться согласованный перечень должностных обязанностей. У нас, к сожалению, очень часто должностными обязанностями служащие перенагружены, причем в связи с тем, что отсутствует или неэффективно работает система как межведомственного, так и внутриведомственного взаимодействия. Сотрудникам приходится, служащим, приходится достаточно часто выполнять работу за другого человека, и они, так как эту работу выполняют, объективно включают ее в перечень должностных обязанностей, что, очевидно, неверно. В этой ситуации, да, с развитием, опять же, информационных технологий необходимо осуществлять серьезный пересмотр должностных обязанностей и существенно, так скажем, развивать те технологии взаимодействия и способы взаимодействия. Ну и вот, когда мы говорим о исполнении должностной обязанности, в частности, если мы рассмотрим такую административную процедуру, которая очень часто госслужащими и муниципальными служащими выполняется как прием и регистрация обращения. Есть у нас 59-й федеральный закон о работе с обращениями граждан, и вот с точки зрения выполнения действий, операции, да, приема и регистрации обращения, она, собственно говоря, эта процедура складывается из нескольких элементов. Это обращение принимается служащим, причем оно может приниматься как по электронной почте, так и непосредственно, да, при личном взаимодействии с гражданином, появляться каким-то образом через специальные порталы, ну и так далее. То есть вполне возможно, что это обращение принимается сразу несколькими служащими. Обращение проверяется, то есть первоначально надо его проверить, в том числе, если речь идет об обращениях, которые присланы или переданы, там могут быть незаконные вложения. В частности, например, это вложения, которые чрезвычайно опасны, да, у нас, слава Богу, что таких, собственно говоря, вложений, как правило, не бывает. Это, например, очень часто за рубежом мы говорим о примерах, когда пересылаются споры сибирской язвы, например, в каких-то документах. Или же, ну, что очевидно, да, в ситуации противодействия коррупции там могут быть какие-то записки и в том числе переданы деньги в этом конверте, что тоже требует, безусловно, проверки. И при выявлении подобного рода ситуации надо актировать, да, выявленное и принимать какие-то решения, в том числе в дальнейшем обращаться в правоохранительные органы. Обращение регистрируется, да, и здесь мы тоже зависим от того, каким образом происходит регистрация. Да, сейчас мы, опять-таки, мы говорим об электронных формах подобного рода регистрации, что очевидно правильно и хорошо, но, тем не менее, очень часто и объективно, опять-таки, у нас параллельно ведется и бумажная регистрация, так как юридическое значение, да, электронному документу до сих пор в полном объеме не принято. Ну и дальше обращение направляется исполнителю или руководителю. И здесь очень важно понимать, что максимальное большое количество обращений должно передаваться сразу же исполнителям для выполнения работы, потому что, в принципе, должностные обязанности в полном объеме регламентированы по текущим, по, так скажем, урегулированным случаям, да, и, так скажем, принимать решение вновь представителю внимателя, руководителю подразделений, очевидно, не требуется. Это должно происходить автоматически, так скажем, от соответствующего сотрудника канцелярии к соответствующему исполнителю, который должен готовить проект решения. Где-то от 5 до 10% всех обращений действительно могут попасть на стол руководителя для последующего, скажем, последующей передачи расписывания. Ну, а еще раз повторяю, не более 5-10%. Ну, и обращу внимание, что с точки зрения должностных обязанностей их перечень должен быть максимально закрытым. То есть, очень часто мы встречаемся в ситуации, когда представитель нанимателя, да, или представители кадровой службы говорят, а вот мы не можем в полном объеме описать соответствующие должностные обязанности, их распределить. Это говорит, очевидно, о неэффективном руководстве, непонимании, в том числе, тех процессов, которые идут в государственном органе. И в данном случае, да, очень часто мы особенно сталкиваемся, например, с той ситуацией, когда в должностных регламентах переписываются в качестве должностных обязанностей служебные обязанности. Где-то это прямо, к сожалению, зафиксировано, в частности, в законе, где говорится, например, в 273-м федеральном законе о противодействии коррупции, о том, что соответствующий, в частности, обязанность, да, обязанность уведомить представителя нанимателя о всех случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений, есть и служебные, и должностные обязанности. Естественно, да, учитывая это положение 273-го федерального закона, в государственных органах эту норму включают во все должностные регламенты. Ну, это безумно на самом деле, конечно, но это вот, к сожалению, такая практика. Ну, и очень важно, да, описать порядок взаимодействия, параметры принятия решений и степень участия. Особенно, опять-таки, с учетом того, что мы внедряем, и фактически во многих органах внедрили систему электронного делопроизводства, которая как раз и требует, в том числе, определения параметров и степени участия в принятии решений. Ну, в частности, вот можно тоже видеть на примере работы с обращениями граждан, где соответствующие должностные лица, ну, каким-то образом выполняют действия либо индивидуально, самостоятельно, либо совместно с другим лицом. Перечень требований к направлению профессионального образования, вообще определение квалификационных требований. Здесь, конечно, ведущую роль должна играть служба кадровая государственного органа, хотя должно быть и взаимодействие с другими участниками этого процесса, поскольку действительно необходимо максимально точно и полно определить, например, перечень направлений профессиональной подготовки или специальностей, которые должен иметь соответствующий исполнитель, служащий. И это тем более еще надо учитывать соответствующую номенклатуру направлений подготовки и специальностей. Перечень показателей эффективности и результативности. Здесь также эту задачу должны выполнять подразделения по вопросам госслужбы и кадров при взаимодействии с соответствующими субъектами, но не эти субъекты, потому что точно определить показатели эффективности и результативности, и не только точно, а объективно, они не могут. Ну и основные реквизиты, безусловно, есть у этого документа. Очень большой объем реквизитов в начале, и, собственно говоря, в конце этого документа представлен. Текст документа должен быть разбит на подразделы и пункты в соответствии с типовым, примерным должностным регламентом. И в конечном счете мы в том числе можем говорить о возможном переходе к электронному должностному регламенту, то есть использованию этих информационных технологий, где фактически тогда деятельность конкретного служащего будет автоматически учитываться в соответствующем программном продукте. Ну, домашнее задание, да, вот я имею в виду с точки зрения нашего, так скажем, Прометея, да, первая часть домашнего задания, которое будет связано, я думаю, что и здесь мы учтем и должностные регламенты, и, собственно говоря, учтем то, что мы говорим об организации должностей. Я об этом зафиксирую в форуме, на этом мы сейчас прощаемся, и в 8 часов мы перейдем к новой лекции, к продолжению, так скажем, действующей лекции. Спасибо за внимание. Продолжение следует...